Добрый день! Сегодня рассмотрим Уки Атоши. Казалось бы, простой бросок, но на самом деле в нем таится множество таких моментов, которые нужно знать. Первое самое главное, что Уки не должен свободно идти за Тури. То есть он первую атаку делает, пытается его вывести из равновесия назад, но потом, когда его начинают самого выводить из равновесия, он создает такое некое натяжение. Вот смотрите, мы сейчас вам покажем по разделению. Дистанция стартовая также примерно 60 сантиметров. Итак, первое движение идет. Раз. Дальше меня выводят уже на втором шаге еще больше. Два. И на третий шаг я уже встаю вот на эту ногу. Значит, еще раз смотрите. Вот без партнера. Значит, первый шаг у меня идет. Раз. Второй шаг меня выводит чуть больше. И третий шаг я уже выведен. Так, чтобы у меня колено выходило за площадь проекции моего центра тяжести. Площади моей опоры, просите. Если я буду стоять вот в такой позиции, естественно, меня бросить вперед нереально будет. Поэтому меня нужно вывести вот в такую позицию, чтобы колено вышло за площадь опоры. И, соответственно, руки не должны делать вот такие встряхивающие движения. То есть, они как встали в захват, в этом положении они и работают. Сейчас делаем вариант тренировочный без броска, когда партнер становится на колено, но отпускает захват, и я на ноге делаю несколько прыжков. То есть, это тренировочный вариант, чтобы, соответственно, наработать шаги. Здесь также идет шаг судьи айси. То есть, вы не должны при перемещении сдваивать ноги. Также задняя нога не должна переходить в вашу переднюю ногу. Это очень важно, это оценивается. Вот, должны соблюдать шаг судьи айси. Также задняя нога не должна волочиться вот в таком положении, чтобы она вот так вот не подволакивалась. То есть, обе стопы смотрят примерно в одном направлении. И посмотрите, значит, изначально момент был такой в этом движении, что Тори должен был своим движением, бросив партнера, чтобы Пуки втыкался плечом ключицей. И это приносило ему травму. То есть, такой простой, казалось бы, примитивный прием. Но за счет того, что у нас, соответственно, спортивный вариант, я чувствую, что я лечу вниз. И чтобы мне не воткнуться, я переворачиваюсь. И поэтому получается такое падение. Соответственно, если я этого делать не буду, я очень буду жестко входить головой, причем ключицей в татами. Итак, сейчас делаем целиком бросок. Что еще, на что хотелось бы обратить внимание. Значит, когда партнер выходит в позицию броска, занимает, обратите внимание, что угол между вашими ногами будет составлять примерно 45 градусов. Примерно. Опять же, никто вымерять здесь не будет. Вы не должны стоять по одной линии, иначе, сами видите, у вас здесь равновесие очень сложно удержать. Вот вы должны находиться в таком положении. Очень тупой угол ноги, передний, здесь не должен быть. Также он не должен быть слишком острый. Вот примерно в районе где-то 90 градусов. Можно чуть больше. То есть вот это положение очень хорошее, потому что вы заваливаетесь. Соответственно, вот это положение тоже не очень хорошее. И еще один момент. Когда меня бросают, я захват на отвороте отпускаю. Иначе будет сильно разворачивать моего партнера, и кимоно сильно будет задираться. Это недопустимо. И еще важный момент. После броска, позиция туре, взгляд вперед, рука здесь, на внутренней части бедра, ближе к колену, и взгляд вперед. Вот у вас вот такая позиция должна быть. То есть вы не должны после броска вот в такой позиции оказаться, там завалиться назад, и обратите внимание, что пальцы ноги задней стоят на татаме. То есть они не лежат, они стоят. Еще раз делаем сейчас. Вот еще раз. Обратите внимание, в каком я положении лежу, в каком положении остался туре, взгляд, положение ног и угол между ногами. Вот это у нас корректная позиция. И на что еще хотелось бы обратить внимание сразу, как мы встаем, уки как встает. Нельзя опираться руками о татаме. Мы упали, одну ногу под себя, руки упираются в свои ноги, вы встаете, ставите пальцы, подтаскиваете ногу и идете дальше выполнять следующее движение в карте. Также по поправке дзюдоги. Не должно быть там вот такого. То есть это должны быть короткие, выверенные, четкие движения. Очень такие, достаточно незаметные, чтобы это не портило общую картину. Ну вот, наверное, что хотелось сегодня все рассказать. Спасибо. Спасибо.